Ну да, это такая, я не знаю, кто из них больше вляпался, там, Хамас или Израиль, но... Да нет, смотрите, Хамас это не, так сказать, это вообще инструмент, то есть, и просто поддерживает Хамас, не воюют, никак активно не... Просто поддерживают Хамас, да, что они должны быть уничтожены. Больные, блин. То есть, они зеленые, синие, голубые. Кто там придет, вот. Самая смешная партия, это зеленые там у них, да. Ну, я думаю, что это такая же смешная, но она была бы смешная, если бы они не были отчасти у вас. Да, 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 но они теряют, сейчас я слышал голоса, вот. Потому что невозможно же дурить людей-то бесконечно. Постоянно, ну да. Израиль, как мне кажется, это для кого-то это трагедия, для кого-то это просто, скажем, война, а для кого-то это как предвыборные технологии. Может быть, все может быть. Просто иногда мы не можем предугадать там, что там думают на самом-самом верху. Вот, и было ли это осознанно, или это была просто реакция на что-то там, да, вот это вот дело. Не, ну, скажем так, я считаю, что, например, то, что делает Израиль, это в чистом виде реакция. Но, как мне кажется, это отчасти спланированная осознанная реакция. То есть, как мне кажется, что Израиль с его технологическим превосходством над Хамасом, ну, если они не знали все и весь план, то, скорее всего, знали основные какие-то основные намерения. И я думаю, что какая-то часть элиты Израиля решила, решила, вот так, как мне кажется, ошибочно, что ой-ой-ой-ой, как здорово, мы всего-то пожертвуем, ну, буквально там тысячу израильтян, то есть соотечественников, да. Но при этом раз и навсегда разберемся с Хамасом. Ну, и голландские высоты тут, и Хамас тут, да. Вот, и вот, как мне кажется, как мне кажется, они очень сильно ошибались в том плане, что они думали, что участвуя в игре чужой, по чужим правилам, они в ней могут выиграть. Ну, да, может быть. А в игре, которую написал кто-то, так придумал, и который пишет правила, а особенно если правила меняются по ходу игры, выиграть невозможно. Соответственно, они вляпались, в общем-то, ну, короче, они вляпались, я считаю, что. Ну, да, это такая, я не знаю, кто из них больше вляпался, там, Хамас или Израиль, но... Да нет, смотрите, Хамас, это не, так сказать, это вообще инструмент, то есть тут кто платит, тот заказывает музыку, а вот реакция Израиля, это уже спровоцированная реакция, и, соответственно, получается, что, ну, когда кто-то делает провокацию, да, то делают с целью, чтобы, ну, ты среагировал так, как нужно. Это значит, что, получается, тебя могут так подставить. В этом смысле это в чистом виде подстава, как мне кажется. И то, что на нее, как многие думают, мудрые евреи повелись, вот, говорит о том, что легенда о мудрости этого народа, о силе его армии, о качестве его танков, в общем, она рассыпалась в прах, потому что, ну, я не знаю, настолько... Это же не просто так, вот сколько десятилетий, вот этот миф развивался вообще, да, особенно по поводу того, что какой-то народ, который всегда вот в опале, какие они жертвы, жертвы там и там, они жертвы, начиная от Египта, это жертвы, жертвы, жертвы. И вдруг оказывается, что эта страна с населением из этих людей, это, ну, по последним, если брать таким, вот если брать с Великой Отечественной войны, но это самые жестокие военные действия, которые можешь себе представить. То есть, со времен Великой Отечественной войны никто так беспощадно не уничтожал, как мне кажется, вот... Может быть, что-то было в Ираке похожее, но в Ираке люди могли убежать. То есть, здесь людям бежать некуда. Вот в чем, ну, как бы, разница. То есть, в Ираке бомбили город, но люди могли просто взять и уехать, потому что город, города не блокировались вот так вот настолько. А тут, получается, с одной стороны граница, с другой стороны море. Вот, бежать некуда. Их не принимают ни в Египте. То есть, они в Сирии, да? Да, и получается, что людей загнали сначала, вот эти вот масса людей, это же там миллион, два миллиона, по-моему, людей, да. А потом начали планомерно уничтожать. Ну, под предлогом того, что под каждым лагерем беженцев, под каждой больницей, которые сейчас переполнены, вообще конкретно переполнены, под предлогом того, что там есть туннели и там прям штабы. А давайте уничтожим все, что сверху, все, что нам мешает, да? А все, что сверху, это люди лежащие. Притом массово люди, которые убежали со своих разрушенных домов, спрятались там, и потом израильтяне начали уничтожать их там. Ну, я не знаю, это запредельная, как мне кажется, пещерная такая жестокость. Ну, это геноцид конкретно, я уже сказал. При том, самое интересное, что вот это вот мне понравилось, как сказать, не понравилось мне это высказывание. Скажем, я его отметил министра обороны Израиля, что во всем мире люди, которые поддерживают Хамас и просто поддерживают Хамас, не воюют, никак активно не... Просто поддерживают Хамас, да? Что они должны быть уничтожены. То есть, они уже переходят немножко рамки, они в принципе уже... Ну, это уже нацизм такой своего рода. Ну, собственно говоря, да, действительно, потому что просто они привыкли к тому, что вот они такие все бедные напропалую, да, там, там, Гитлер их уничтожал. Да, но что им все позволено, потому что они когда-то их обидели. Вот как-то так. Да, а насколько уничтожили русских, блин, ну, русских, россиян, там, советских людей. Ну, чисто по количеству гораздо больше. Просто потому что... Только мы не плачем из-за этого сейчас и не оправдываем какие-то действия свои вот именно этим делом. Потому как бы, да... Вот непонятно. Они, короче, вступили на тропу войны так же примерно, ну, практически так же, как сделал Гитлер, да? Ну, то есть повод, да, повод всегда найдется, да, чтобы началась война. Да, именно так. Да, именно так. Ну, что ж, вам спасибо за беседу. Я вообще записываю ролики на YouTube. Вот. Вы не против, если я вас выложу? Я не помню. Ну, адрес я не говорил, в принципе... Ну, Воронеж, Воронеж. Да, да, ну, это город, блин, больше миллиона людей там жил. Фамилию тоже никто не сказал. Ну, вы угадали ее. Ну, я же говорил много фамилий там, поэтому... Вот. Ну, я так просто. Ну, и я насколько понял, что у вас там не преследуется все это. То есть вы, к счастью, вы не немец. Ну, я имею в виду немец по гражданству. Потому что у немцев, я думаю, что сейчас так недалеко они, в общем, недалеко. От контроля. От того контроля, который был когда-то. Ну, нет, если так вот действительно посмотреть на что-то там я слышал про них и все такое. По крайней мере, гражданское население, где-то у меня знакомый говорит, слушай, говорит, я не знаю, кто этого Шульца выбрал. Знаете, очень часто бывает, что люди адекватные, у них и круг общения, это тоже люди адекватные. И, соответственно, они не понимают, как эти люди неадекватные, но они просто в другом кругу общения. А те люди, у которых другой круг общения, удивляются, почему так мало голосов еще набрал. То есть мы же все вроде голосовали. Поэтому, это знаете, когда говорят там, никто из моих знакомых, ну, потому что твои знакомые, они все вот как ты примерно. Маловероятно, что вы собираетесь там, как бы, ну, к примеру, какой-то компанией и начинаются какие-то дебаты. Как правило, примерно все, ну, как бы, какой-то слой общества, он обычно вот за что-то вот одно. Другой слой общества за другое. Потому что у всех есть какие-то примерно одинаковые, не то что стереотип мышления, а в основном экономические причины. Ну, причины, да, предпочтения в плане того, что если это рабочие люди, они, соответственно, что-то потеряют, либо приобретут вот с этим кандидатом. Они завтра будут безработными, либо будут работать. То есть, потому что придут либо те, либо другие, там, зеленые, синие, голубые, там, кто там, кто там, кто там придет, вот. Самая смешная партия, это зеленые, там, у них, да. Ну, я думаю, что это такая же смешная, но она была бы смешная, если бы они не были отчасти у вас. Да, 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 но они теряют, сейчас я слышал голоса. Ну, вот, потому что... Потому что невозможно же дурить людей-то бесконечно. Постоянно, ну да, конечно. В Германии еще ладно, там, а в Англии, когда я узнал, что, например, там, 16 градусов, это, ну, как бы, нижний предел тепла в квартире, я думаю, ну, я не знаю, то есть, я живу как король, получается. То есть, я могу себе позволить 24, там, 25, спокойно, ну, без проблем. И вот как-то мне... Ну, мне не жаль их, скажем так. Они же сами учили. Ну, тоже мне их не жаль. Вот, но я был учим, я даже был потрясен, то есть, я просто подумал, что, в принципе, вот это вот выражение лиц англичан, такое, оно возможно и из-за этого тоже. То есть, вот при таком климате, ну, островное же государство, да, при таком климате тебе нужно хотя бы дома быть в уюте. А если тебе везде плохо, и на улице, и дома, у тебя будет очень унылое выражение лица. Начиная от королевы и короля, заканчивая последними подданными там. Ну, да, именно, вот, сами награбли на те наступили, которые положили для нас. К этому, что тут обижаться на нас, и сами свои проблемы решать там. Ну, да. Ну, что ж, ну, всего хорошего. И вам всего хорошего. Спасибо за разговор, сделаю паузу небольшую. Такое. Все хорошо. Всего доброго, ждем вас, ждем вас. У меня уже там все ждут, блин. Мы, мы, россияне, я вот, так сказать, от россиян скажу. Спасибо. Я считаю, что все русские люди, нужно с одной, я так считаешь, нужно создать условия. Если их не, значит, нужно создать условия, как минимум, которые убираются кипрепоны, да, для того, чтобы все русские люди при желании, при желании, я знаю, что бываешь, при желании, могли вернуться и начать полноценную жизнь среди людей, которые тебе ментально гораздо ближе, чем весь, как нам казалось раньше, цивилизованный мир. Да, я вас умоляю, вы что. Ну, нам так казалось, нам так. Цивилизация начинается в голове, а не в том, что у нас здание красивее там или что-то такое. Понимаете, я так считаю. Да, вы знаете, здание красивее, это те, которые построены давно. А то, что сейчас, оно одинаково унылое по всему миру. Ну, однотипное такое. Да, то есть это все, это все те цивилизации, которые уже практически вымерли, если брать Европу, то есть этого уже нет. Ну да, это уже нет. Все, всего хорошего. Счастливого. Спасибо. До свидания.